хорошо итак я начну с места библии и так колоссянам 33 ибо ваша прежняя суть умерла а ваша новая жизнь сокрыта со христом в боге библия не просто упоминает однажды смерть не просто смерти мы не говорим сейчас о смерти плоти мы не говорим о том что павел говорил я распинаюсь я порабощаю мир шляю чтобы знаете саму неосознание мы не говорим об этом мы говорим сейчас о смерти которую ты должен выбрать ты знаешь что ты можешь быть спасен и жив и можешь быть спасен и мертв кто-то понимает предупреждаю тема для взрослых сегодня кое-что пожевать придется не просто глотать и улыбаться окей поэтому сегодня будем жевать немножко итак ты можешь быть спасен и жив спасен и мертв и так почему большинство людей не могут быть употребляемым богом потому что ты живешь на территории живых понимаешь объясняю очень просто все твои проблемы все твои страхи сейчас все твои непонимания все все твои заморочки базируются исключительно на том что у тебя есть будущее которое ты придумал и ты заботишься о том чего нет больше чем о том что есть ты потеешь и умираешь планирует того что еще нет ты его там создал кто-то понимает а я объясню до конца вроде поймем гарантирую уже я поэтому я здесь ибо ваша прежняя суть умерла мы не говорим о смерти физической мы не говорим сейчас о том я говорю сейчас о всем том из чего состоишь ты из чего состоишь ты из того что в тебя вложили из того что тебя соткали тебя нарисовали тебе нравится это ты хочешь высокого темного и неразговорчивого мужа потому что ты слишком много болтать любишь не так он выбирает такую понимаешь ты знаешь почему у тебя проблема потому почему у тебя расстройство почему ты не спишь по ночам потому что у тебя есть будущее а ты должен умереть и у тебя должно прийти полное спокойствие на мониторе должно быть и это говорит о полном спокойствии полном мире а когда вот это пип пип а еще хуже пиппиппиппипа тоже проблемка жив живеха ник здесь не говорится о том что умираешь ты умирает твоя суть кто-то понимает суть что есть суть суть это то кто я что есть ты ты состоишь из информации если не веришь я дам тебе по голове монтировкой и проверим и так если я удавляю тебя веслом или монтировкой по голове у тебя приходит ку-ку а что такое ку-ку вы разбирали что такое ку-ку ку-ку это выбивается из тебя все кто есть ты то есть информация твоя голова на месте ты теряешь память ты теряешь информацию ты забываешь как тебя зовут кто тебя родил где ты ходил откуда ты взялся некоторые люди настолько иногда тяжело по голове получают они даже не умеют после этого говорить им нужно заново научиться говорить туда понимать меня травмы и да что есть что ты что значит суть вы знаете что библия большинство случаев везде апостол павел с очень много описал о смерти как тебя твоего я и смерть я это не говорится о плохой о плохих вещах это говорит о твоем будущем которое ты придумал это говорится о твоих мечтах которые прямо сейчас в твоей голове ты хочешь быть употребляем богом ты знаешь что не может быть двух планов и двух дорог знаешь почему конфликт слезы почему почему это почему-то почему-то почему дает до сих пор сижу потому что у тебя слишком много запланировано на завтра и ты не можешь жить сегодня из-за того что завтра уничтожает твое сегодня кто-то понял меня понимаем куда идем хотя бы направление вырисовали уже хорошо и да территория мертвых что такое территория мертвых территория мертвых то личности которая поддались процессу я много лет не понимал бог зачем ты надо мной издеваешься зачем я прохожу через эти кошмары бог говорит я над тобой не издеваюсь я тебя просто убить хочу знаете что такое издевательство издевательство это когда он тебя хочет совершить а ты вдыхаешь еще воздуха зачем ты вдохнул опять умри помоги ему умереть покажи господь больше все давай ду дави а я еще выдохну быстрее помреть помереть для себя богат издевательство получается когда я хочу тебя провести через процесс а ты воскрешаешь я хочу тебя эту машину забрать а ты занимаешь деньги чтобы переложить я хочу тебя выселить с этого дома ты грешнет не потеряю мой дом там моя жизнь вот твоя и проблема я хочу лишить тебя всего этого и дать тебе мое будущее лишить тебя твоего будущего я вам всем гарантирую если сейчас проведу тест и вы мне напишите что вас волнует что болит почему у тебя сейчас головная боль бессонницы я тебе скажу это именно из-за того что ты жив и у тебя есть планы если я сейчас убью твои планы планы все твои планы все что ты хочешь у тебя головная боли щит некоторые люди говорят бог как мне у убрать стресс бог говорит убить причину стресс убить будущее убить мечту как это я да ты ты хочешь быть употребляемым богом или ты хочешь по жизни быть на полставки у царства небесного лично лично отлично смотри во второй мировой войне самыми страшными войсками послушайте меня по рассказам американских солдат которые давали интервью я смотрел эту передачу несколько лет назад американские солдаты дедушки седовласа и сидели давали интервью каналу discovery и дедушки рассказывали самые страшные самые кошмарные самые непредсказуемые и опасные войска во второй мировой войне были когда напала япония эти войска назывались камикадзе кто-то понимает эти люди были непредсказуемые тип люди у них не было будущего эти люди вылетали на самолете только с одной целью умереть кто-то меня будет то что я сейчас буду читать то что я сейчас хочу тебе рассказать это будет ключ того, о чем я буду говорить. Хочешь жить? Живи. Но здесь есть люди, которые задавали Богу вопрос. Бог, почему у меня ничего не клеится? Почему я не могу пройти? Я тебе скажу, добро пожаловать на территорию мертвых. Ты слишком жив для того, чтобы Богу использовать тебя. Ты слишком много запланировал, чтобы Богу предоставить тебе свой план. Хорошо? Хорошо. Поэтому и мужа нет. Потому что все, что ты нарисовала себе. Поэтому и жены у тебя нет. Потому что все, что ты себе нарисовал. Такого, наверное, не существует даже. Я видел на Фейсбуке. А ты знаешь, что на Фейсбуке вообще смотреть не надо? Все, что там выставляется, там на 90% фотошап вообще-то, я так понял. Потом встретившись с фотографиями живыми. Я такой... Это точно ты? Это не однофамилец, не? Там. Покажи мне реальное лицо. Когда ты утром проснулась, и там один глаз открылся, а второй не открывается. И надо где-то полтора часа, чтобы завести организм. И второй глаз начинает прогреваться. Покажи мне реальность. Не надо мне рисовать. Не, мы не хотим в реальность. Мы не хотим наших героев. И так, по рассказам американских солдат, были самые страшные воины камикадзе, это воины смерти. Потому что для этих личностей будущего не существовало. Они задолго до того, как сели в свой самолет, были или обвязали себя гранатами, были уже мертвыми. Вы знаете, что когда эти самолеты, обломки от самолетов находили, или полусгоревшие самолеты, они говорили, я вот совсем недавно смотрел эту передачу, они разбирали эти самолеты, они говорили, в этих самолетах нет ничего. В них даже нет посадочных элементов. Он сесть даже не может. Он может только взлететь и взорваться. Я гарантирую, если кто-то хочет проверить, что такое камикадзе, всю эту тему, все это доступно. Вы знаете, что у них в самолетах? Вы знаете, дорогие мои, послушайте меня внимательно. То, что я сейчас буду говорить, очень важно. В американские войска, в американские войска, перед тем, если кто-то из вас хотел в армию или кто-то из родственников в армии, я это точно знаю, потому что у меня есть друзья, которые консультировались, ты проходишь, я так скажу, тесты на психику, потому что некоторые люди идут в армию, чтобы просто подорваться и умереть. Понимаете, да? То есть он боится застрелиться, у него жена ушла, ребенок умер, все развалилось, кинули везде. Он говорит, «Подюкая в армию, просто умру». И вот таких людей, они говорят, это нестабильные психические люди, их в армию нельзя. Вы знаете, что самое интересное? Что японцы поняли, что нужно собрать всех психически нестабильных людей в одну группу, и они нанесут поражение намного больше, чем психически стабильные. Потому что психически стабильные, слушай меня внимательно, эти американцы сидят и говорят, в то время, когда мы, мы с моими друзьями открываем свои кошельки и смотрим на фотографии своих жен и детей, камикадзе наносят самое мощное разрушение в наших рядах. Один убирал тысячи. Стоят 200 самолетов, один самолет, гах, и все повзрывал. Они даже взлетать не успевали. Это история. Он говорит, один, один человек наносил такое поражение в борт корабля, что корабль с тысячей солдатами уже спасался. Что это? Это секрет успеха. Я не говорю сейчас о людях, которые обвяжут себя бомбами. Я говорю исключительно духовным языком, духовным взрослым людям. Я говорю о том, что это говорит Библия. Все, что я сейчас тебе говорю, я подтвержу Словом Божьим. За это можешь даже не переживать. Об этом писал Павел, об этом говорил Иисус. Массы людей жили и именно жили мертвыми уже для себя, но живыми для Бога. Что это? Послушай меня внимательно. Ты думаешь, Господь, ответь мне, почему моя жизнь такая, твоя жизнь такая, потому что у тебя есть жизнь. Оп, не понял. Хорошо. Задержись здесь. В то время, когда американцы думают о своих женах и детях и как вернуться назад живыми, камикадзе наносили самые жестокие поражения американским войскам. Все они, воины камикадзе, уже подписали свой смертельный приговор, оставили свое завещание и попрощались со всеми вокруг. И даже, их даже называли живыми мертвецами среди своих. Я тебе хочу сказать, задать тебе один вопрос. Когда ты отдал свою жизнь Богу, ты попрощался со всеми вокруг и со всем вокруг. Ты написал свое завещание миру, друзьям и родственникам. И ты меня спрашиваешь, откуда у меня проблемы? Я тебе только что их назвал. Ты до сих пор не можешь и не хочешь подписать свой смертельный приговор и завещание. Меня больше нет, не беспокой. Я все уже решил, не надо мне звонить и уговаривать. Меня вычеркните из списков живых. Живые никогда не поймут мертвых, проданных Христу до конца жизни. Кто-то здесь со мной? Слишком много планов, слишком много блеска, слишком большая мечта у тебя. Она неплохая, но она не его. Вот в чем проблема. Она неплохая мечта, но она не его, она твоя. Ой, я помню. Я помню годы своей смерти. Я умирал долго. Я не сдавался. Я был живой. Бог говорит, ну когда же ты умрешь? Я говорю, а я... Бог говорит, надо эту церковь закрыть. Я говорю, не закрою. Капитан корабля умирает с кораблем. Бог говорит, я не хочу, чтобы ты физически умер. Я хочу просто, чтобы ты умер для всего вокруг. Ты мне как раз живой нужен. Живой, но мертвый для себя. Но живой для меня. Оставь. Нет, до последнего. Нет. Я не отдам моих членов. Я не отдам моё здание. Я не отдам. Нет, нет, нет. И один за другим. Покидали ту церковь в 99-м году. Я помню эту жестокую смерть, тёмный угол, куча медикаментов, как у бабушки в доме престарелых, а мне всего лишь 20 с чем-то. И я говорю, Господь, по-моему, что-то не то. Если я... И Бог говорит, если ты не умрёшь для себя, ты умрёшь просто так. Кто-то понимает, о чём я говорю? Отпусти свою мечту. Нет. И Бог говорит, отпусти. Знаете, идёт, помните, с Иаковым, да? Отпусти. Нет, отпусти. Отпусти. Нет. И Богу нужно дать тебе, сломать тебе бедро. А, Иисус! Кто-то понимает меня здесь, нет? Ты хочешь быть употребляемым Богом? Ты хочешь употребляемым быть Богом глобально? Ты вообще знаешь, на что ты только что вообще позарился? Ты же знаешь, что только что в твоей голове промелькнуло, не говоря уже устами было высвобождение? Ты вообще знаешь, о чём ты просишь? Я хочу, чтобы меня услышало тело Христа. Добро пожаловать в дом, где хоронят. Один человек я смотрел, как-то или читал, я уже не помню точно, он, после того, когда он родился свыше, он у себя сзади сделал гроб, поставил плиту и написал день своей смерти. И всякий раз, когда ему было тяжело, он просто приходил, клал цветочек и говорит, здесь похоронены мечты, здесь похоронено будущее, своё будущее, свой нагрой. Он говорит, ты идиот. Он говорит, я давно уже идиот, давно уже умер и попрощался со всем. Вы понимаете, дорогие мои, что смерть это очень хорошая вещь для тех, которые хотят быть употребляемы Богом. Библия, Библия уникальна, Библия говорит, что ты не умираешь и не умрёшь. Библия говорит, что ты умер со Христом. Я тебе сейчас прочитаю массы мест, где написано, мы умерли, мы погребли, мы уже умерли с ним. И поэтому на земле существует две категории людей, которые никогда друг друга не поймут, никогда между собой не договорятся. Категория живых и категория мёртвых. Кто-то понимает меня здесь? Войска живых никогда не поймут войска мёртвых, потому что у них тактика абсолютно другая. И когда принимаются в американские войска, следующий набор молодых парней их проводят на психику. Он стабилен, он нестабилен, у него всё нормально, какое у него прошлое, какой у него рекорд, что у него было там, тогда он был молодой, почему он хочет в армию, а он хочет из-за стресса, нельзя. Потому что он подставит всех живых и хотящих жить. Кто-то понимает меня? Потому что они планируют домой ехать, он не планирует ехать домой, поэтому он сорвёт гранату тогда, когда её не надо срывать. Но, если ты подумаешь, это самая мощная тактика. Ты знаешь, что эти американские солдаты, которые давали интервью каналу Discovery, они говорили, что даже когда иногда они срывали чеку, и у них бомбы просто не взрывались, он говорит, их брали в плен. Ты знаешь, что этих людей невозможно было сломить? И они, знаете, им невозможно было не отрезать пальцы, ничего. Он говорит, а что ты мне палец отрезаешь, руку отрезай, я уже мёртвый? Кто-то понимает, о чём я говорю сейчас? Послушайте внимательно, вы знаете, почему у нас проблемы? Потому что нам с вами слишком есть много чего терять. Нет, ты даже не понял, насколько это было глубоко сказано. У нас с вами все проблемы, потому что у нас слишком много терять, а ты уже должен давным-давно при рождении свыше, при водном крещении, погребении, воскресении, потерять всё и потерять свой смертельный приговор. Подписать свой смертельный приговор и сказать, Бог, я принадлежу тебе и только тебе, и всё, что будет там, меня больше не волнует. Церковь должна оставить, планировать завтрашний день, у нас его нет. Я понимаю, да, наверное, ты не слышал этого, потому что тебе сказали планировать шпроты на это, как оно там, ну, когда вот это вся, вот этот фонарь начнётся весь. А? Да, конец света, типа вот этот, опять, очередной конец света, да? Да, очередной, считаем дни. И заказываем гулянку, у-у-у, ещё один прожили. Аллилуйя. Да, он говорит, закончится календарь марский и начнётся апрельский, да? Где-то прочитал. Вы знаете, с этими солдатами, которые были пойманы в плен, с ними невозможно было договориться, он говорит, это люди, говорит, обычно, когда мы ловили солдат, говорит, с них можно было всегда выбить информацию, потому что каждому солдату на войне есть что терять. Кто-то понимает? По крайней мере, если тебе, у тебя нет семьи, тебя надавить нельзя, у тебя есть твоё тело, тебе не хочется терять глаз, тебе не хочется терять пальцы, тебе не хочется терять внутренние рука, тебе не хочется терять части своего тела. Он говорит, эти люди, говорит, с ними невозможно было с камикадзами ничего сделать, они ждали момент, чтобы убить себя и кого-то ещё с собой прихватить. Говорит, с ними невозможно было договориться. Вы знаете, что вот это есть прообраз рождённых свыше и умерших для себя людей. Они не договариваются ни с кем никогда, они уже мертвы. Дьявол не может тебя купить, потому что ты не хочешь ничего. Кто-то понимает, почему мы с вами в проблемах, компромиссах, лжи? Потому что тебе много есть чего терять, потому что у тебя большие планы на будущее. Христианин, извините, что я такой старомодный, но я верю в настоящее Евангелие. Я верю в то, что если когда-то люди умирали за Евангелие, а тебя сейчас обозвали психом на Фейсбуке, ты теперь, о, Господи, как не может такого быть. Людей сжирали львы, и когда находили трупы, описано в книге мучеников, трупы находили улыбающимися. Почему? Потому что эти люди задолго до того, как вошли в арену, где их растерзали львы, уже были мертвы. Кто-то понимает, что убить мертвого невозможно. А вот это было глубоко. Может, тебе придет годы, чтобы ты только понял эту фразу. Убить мертвого невозможно. Он не боится смерти вообще. Смерть не имеет власти, потому что ты мертв уже. А то, что живешь, ты живешь для него. И все. Это просто очередной отрезок и день, чтобы послужить его царству. Кто-то со мной лази? Ты что-то берешь для себя? Взрослеем, дети Божьи взрослеем. Вы сдайте ему славу, это хорошо, мне нравится. Мы куда-то идем с вами, окей? Мы куда-то с вами идем. Итак, все ищут, с кем я не встречался. Вы знаете, я езжу везде. Вы знаете, конференции проводим массовые и так далее, и так далее. Вы знаете, самое интересное, что сколько, с какими людьми я говорил, все ищут христианскую формулу успеха? И ты тоже. Нет? Да. Ты тоже ищешь христианскую формулу успеха. Как жить, иметь, приобретать, быть горящим христианином? В общем, у нас в голове такое делается. Как скомбинировать все? Не так ли? Ну честно, есть люди, я только один тут все скомбинировать хотел когда-то в своей жизни. Сейчас я просто честно про себя рассказываю. Все скомбинировать. И гульнуть, и брехнуть, и там, где-то там заморочиться немножко. Все это скомбинировать. И из помазания ни в коем случае не выпрыгивать. И всегда, хаида, аллилуйя. Формула успеха. А формула успеха проста. Умри. Мы куда-то дойдем, дойдем, дойдем. Я сегодня, я сегодня, я... Мы сегодня постучим куда-то. Смотри. Формула успеха христианского. Она очень проста. У нее один ингредиент – смерть. Все наши проблемы и кошмары всего лишь потому, что мы живы. Ответ на наше бездействие и постоянное поражение. И почему небо по сей день не регистрирует нас на радаре. Ты слишком живой. В тебе слишком много тебя. В тебе много тебя. Классное откровение. В тебе должно быть много его. Смотря, преображаемся в тот же образ. Во мне должно быть. Когда я прохожу чрезвотное крещение. Это не просто символика. Зашел такой на радостях. Вышел мокрый еще на больших радостях. И потом просох и забыл. Ровно с тем, как просох, так же и забыл. Что это значило. А это значило не только абсолютная смерть. Это значило абсолютно новая жизнь. Ты знаешь, почему мы не можем войти в его жизнь? Потому что мы не хотим терять свое. Я обращаюсь к христианам. Я абсолютно не говорю сейчас к неверующим людям. Мы не хотим терять своих планов на свой дом. Мы не хотим терять планов на свое будущее. Дорогие, мы с вами уже на земле должны быть, как живые мертвецы. Мы все камикадзе. Нас невозможно подкупить или уговорить. С нами невозможно сесть за стол переговором. Твой ответ уже давным-давно решен. Знаешь, почему с тобой еще договариваются? Потому что тебе враг доказывает, твой враг, что ты еще до сих пор не решил. Враг не договаривается с теми, кто решил. Кто-то понимает меня? Еще раз скажу это откровение. Если к тебе приходят и говорят, ну подумай, это значит, что ты еще не подумал до конца. Если тебе звонят и говорят, еще можно мы придем с тобой, поговорим по душам. Это значит, что ты еще абсолютно не решил, кто ты и где ты. Когда тебе перестают звонки, тебя записывают в количество тех вот людей, безнадежных и смертельно опасных. Это говорит о том, что ты все решил и ты умер, тебя больше нет. С тобой бесполезно разговаривать. И тебе даже говорят, слушай, я слышал разговор своих врагов. Они говорят, слушай, не трать воздух, он все равно тебя не послушает. Я говорю, слава Богу, мои враги доказали мне, кто я. Слава Богу. Со мной разговаривать бесполезно. Решение сделано, смерть подписана. Все решено. Хорошо. О, это будет очень тяжело слышать живым. Потому что живой он планирует. Бог, исцели мою дочь. А вдруг он не должен исцелить твою дочь. Бог, восстанови мое здоровье. А вдруг он не должен восстанавливать твое здоровье. Бог, восстанови мою семью. А вдруг это все, что он для тебя приготовил. И урок, который ты выучил, закончен. Все. Ты знаешь, что еще одна есть опция? Иных он выводит со рва, а некоторые остаются во рве трупами. И львы их съедают. Нет. Я думал, спасет. А Бог говорит, а я тебя спрашивать не буду. А вдруг я тебя не собираюсь спасать. А вдруг я хочу тебя сделать символом веры и смерти за мое царство. Не говори за смерть. Чуть не говори за смерть. Ты уже должен быть мертвым. Одни пишут мне, пастор, был сон, было видение. Не лети сюда. Ты разобьешься. Я говорю, я лечу. Почему? Я говорю, а вдруг я разобьюсь? Вы не поняли, что меня это вообще, все это вообще не интересует. Дорогие, если бы вы знали мое сердце, как я знаю моего Бога и как я хочу быть с Ним. И я не дождусь легального времени, чтобы быть с Ним. Это не пафос. Это не фонарь. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю моего Бога. Если бы ты знал. Знаете, так интересно, что человека, который мертвый, вот скажите мне, трупа напугать, возможно, вот ты знаешь, вот он лежит в гробу, а ты приходишь в темной комнате, я так на ухо ему. Помните Павел? Павел, что писал Павел? Он говорит, я могу жить в изобилии. Помните, да, эти слова? Потом говорит, могу жить в полной скудости. Это значит, вот лежит труп, его пришли, разодели в армане. Костюмчик, туфельки, там нацепили гайки. Этот трупик лежит, блестит весь, красава. В Бентли положили. Он лежит. Потом через месяц с него все сняли, одели трусы в горошек и положили на улицу. Скажите мне, трупу дело есть? Он в армане или в трусах в горошек? Вот это то, что имел в виду Павел. Он говорит, я настолько мертв, что мне все равно, я в Бентли или я на улице в трусах. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почему тебе дело, а вдруг меня увидят, а что за меня подумают? И у тебя видно, о, Господь, исцели меня. Слушай, убей свое будущее, не надо тебя исцелять, ты просто будешь счастлив. Смотри. Слишком, ты слишком жив, ты слишком чувствителен. Тебя слишком волнует мнение окружающих, чтобы Богу употребить тебя. Тебя слишком волнует все вокруг. Ты жив, ты чувствительный. Меня не пригласили. О, что ты имеешь в виду на меня? О, неправильно посмотрел. О, на свадьбу не взяли. Это, слушай, Бог говорит, я не могу тебя употребить, ты слишком живой. О, не говори, не говори, не говори, не говори, я не могу тебя употребить. Потому что, он говорит, ты должен пойти. И знаешь, знаете, меня веселят христиане. Они даже, когда идут куда-то, они все распланируют. Приду к другу Сереге, постучу в дверь. Сядем за чай, он накроет стол. И я ему скажу, Сергей, у тебя есть проблемы? Он скажет, да. Я скажу, тебе нужен Господь. И потом у него пойдет слеза. И я ему скажу, Сергей, давай помолимся, и ты отдашь свою жизнь Богу. И он еще пустит слезу и скажет, давай, мне надоела такая жизнь. И ты идешь к Сереге, и ты прокручиваешь его спасение. Открывается дверь. Выходит пьяный Серега. Он говорит, Серега, у тебя есть проблемы? Он говорит, да пошел ты. И закрыл дверь. И все твои планы обломились. И твоя проблема не в том, что ты это сделал, а в том, что ты планировал. Ты обломился, потому что планировал. Знаете, кто обламывается? Тот, кто планирует. Перестань планировать, и перестанешь обламываться. Мудрое высказывание, так и подпиши. Улыбается тот, кто не планирует на завтрашний день. Живет счастливо тот, кто не парится над тем, что за него Серега скажет. А твоя функция была просто сходить. Бог, ты мне две недели говорил сходить к Сереге. Я, наверное, не пустился. Я, наверное, не милился. Это его кровь на моей голове. Тебя вообще, тебя уже откачивать надо. Искусственное дыхание уже Дух Святой делает. Уже Бог тебя ляп, прийди в себя. А Божье задание, Он тебе... Скажите мне, что тебе сказал Бог? И ты такой, Бог сказал мне пойти к Сереге. Что Бог еще сказал? Ничего. Ну так и? И все. Тебе нужно было подойти. Прийти. Тебя послали. Ты исполнил миссию. И пошел. И сказал Бог. Я даже не думал, что так коротко все будет. Через 10 лет брат Серега, пьяный, в разбитой машине вспоминает единственного друга, который к нему когда-то 10 лет назад пришел. Отыскывает твой телефон. Набирает тебе и говорит, приедь ко мне. От тебя функция всего лишь нужна была, чтобы показать ему свое лицо и сказать, что когда я нужен тебе, можешь набрать мой номер. Тогда ты ему и Бог не нужен. Но Бог показал ему, что вот личность, которая скоро понадобится тебе, Сергей. Кто-то понимает меня? Твои планы, Бог говорит, это не мои планы. Мои планы, это не твои планы. Живи счастливо. Успокойся. Почему евреи не могли обитованную землю взять? Слишком много было планов. Тебе сказали. Отсюда. Перейди сюда. Не можем. Можете. Не можем. Вам нужно было только переступить. И я гарантию иду, они все вздохли. Вы понимаете, что Бога не волнует? Он им не сказал. А теперь. Он им не сказал. Переходите. Ройте траншеи. Строите башни. Тренируйте лучникам. Выстраивайте стенобитные машины. Отливайте танки. И мы будем идти на этих гигантов, которые жрут ваше молоко и мед. Ваше молоко и мед. Бог сказал, перейдите по ту сторону. Вы знаете, что мы иногда слишком много дорисовываем то, что Бог нам говорит? Он говорит, сходи к Сереге. А ты его уже покаял. Ты его уже вспомнил. Он умеет играть на клавишах. Он уже у тебя покаялся. Играет на клавишах. Не просто играет на клавишах. Ты уже с Серегой на миссионерской поездке. Ты с ним уже отснял стадион. И тысяча людей уже покаялась. А он тебя просто послал. Представляешь, какие твои планы обломились? И ты со слезой назад ушел. А Бог говорит, я тебе не говорил, я тебя. Умри! Ты слишком жив, чтобы Богу тебя употребить. Тебя слишком легко обломать. Тебе дашь задание, ты сам его себе дорисуешь. Нет, исполни задание. Я для тебя все, Бог. Не надо ничего. Надо сделать то, что сказано. Перейдите по ту сторону. Это как, помните, как этот Илья. Бог ему сказал. Помните, как он начал нервничать? Когда они там начали себя резать. Помните, пророки Вала резать. Ничего не получается. И потом он все построил. И потом, знаете, видно у него задергался глаз. Там четко чувствуется, что где-то что-то с Ильей там не то. И он говорит, Господь, слуга твой сделал все по слову твоему. Если ты не сделаешь мне пенсия. Потому что я над ними только что весь день прикалывался. Представляешь, Илья стоит, чешет брюхо, говорит, давай, кричите громче. Он вас не слышит, он, наверное, заснул. Представляешь, он издевался над ними весь день. А теперь у Ильи проблемка. Ты же в тех же самых обуви сейчас находишься. И теперь эти пророки Вала сидят и говорят, у-у-у, посмотрим. И он такой заволновался. Он говорит, Господь, я сделал все по слову твоему. По слову твоему. Давай, Огонь, сейчас давай. Тебе не надо дергаться. Положил, облил водой, отошел назад, сел и сказал, а сейчас наблюдаем шоу, товарищи. Ву-у-у-у. Все сгорело. Вы понимаете? Даже в Библии очень были люди, которые все наперед продумывали, а не надо ничего наперед думать. Знаете, почему я один раз задал Богу вопрос, почему Бог не договаривает все, что он должен договорить? Зачем ты показал Иосифу такие классные сны? И потом такой фонарь начался. Что нельзя было Иосифу показать? Яму, предательство, дом Патифара, тюрьму. Что ты ему это не показал? Знаете, почему Бог не показывает? Потому что если Он покажет тебе что-то другое, тебя невозможно будет даже в мечту довести. Ты так распланируешь свой ход вокруг всего этого. Так в ровни попадем, я к братьям не пойду, я буду в бинокль за ними наблюдать. Как они там пасут стадо? Вы понимаете? Если я буду знать, что они меня сейчас свяжут, выроют в яму, я к ним не пойду, Господь, я буду умный. Поэтому Бог тебе не рассказывает всего. Потому что если Он тебе расскажет, ты опланируешь все вокруг. Поэтому Бог тебе говорит самое крутое. Ты мой пророк! Но Он тебе не сказал, что через 30 лет. А 30 лет будешь хрень есть. Вот оно. Высмаркиваться, умирать. Зато с большой мечтой. Поэтому Бог тебе ничего показывать не собирается. Он тебе просто говорит, идем в землю, где течет молоко и мед. Не обманул же? Но не договорился его тоже. Бог знает натуру человека. И Он знает, как ты и я умеем планировать все по ночам. Не лягу спать, пока на завтрашний день все не будет вот здесь сделано. А потом проснулся и даю гарантию, 99.9% сделано будет не так. Полночи не спал. Потому что реальность, она не идет по твоему сценарию. Я приду к нему и скажу ему это. Он ответит мне это. Да, если бы он ответил это, ты все. А он ответит другое. Он по ночам не сидел, не слышал тебя, не планировал то же самое. Поэтому не парься над тем, чего еще нет. Вы знаете, что у нас слишком много веры в то, чего еще нет. Вы знаете, что мы верующие, только не в правильные вещи. Мы верим в то, чего еще не существует. Нет, вы не поняли. Я вам сейчас докажу, что по Библии, вы все поступаете по Библии. Что есть вера? Ты уверен в невидимом, я даю гарантию. И утром, когда ты просыпаешься, ты начинаешь осуществлять ожидаемое. И ты мне скажи, что ты живешь не по вере. Вера же есть. Уверенность в невидимом и осуществление ожидаемое. Только мы это делаем по-своему. Мы верим в невидимое. Да, верим. Ух, наверили. Ух, там такие чертежи. Бог, ты только согласись с моим планом. И потом, когда ты просыпаешься, начинаешь осуществлять ожидаемое. Конечно, все, вера. Как же вера работает? Ты слишком жив, ты слишком чувствительна, тебе слишком можно быстро обидеть. Тебя волнует мнение окружающих, чтобы Богу тебя употреблять. Тебя слишком волнуют деньги и положение в обществе, чтобы жить на территории мертвых. На территории мертвых живут те, у которых сегодня есть, завтра нет ничего, и через день опять все есть. И их даже не дернуло. Подожди. Их это не волнуло, и сердечко не подскочило. Они просто мертвы для всего своего. Твой кот, пес и твои рыбки в твоем доме живут счастливее, чем ты. Знаешь почему? Потому что у твоей рыбки золотой, в твоем аквариуме, у нее нет плана на завтра. И ты не понял меня. У твоего кота, который валяется. Представь, я один раз прихожу домой. У него твари жрать нечего. Он лежит, сожрал последнюю вот эту вот ерунду свою. Сожрал. Еще, знаете, еще крошки такие. И он развалился на диване. Я думаю, если б ты морда знал, что у тебя нет даже жрать на завтра. У тебя. Не то, что у тебя есть на завтра жрать. Это было время, когда у меня не было на завтра, что тебе купить, жрать морда. Котячая. И ты лежишь, и тебе все. Пофиг, да? А он мяу. Я такой говорю, Господь. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты вот так жил. Я говорю, Бог, а почему он такой? Почему он такой счастливый? И он же не знает. Он говорит, поэтому, потому что он не знает. А я уже тебе, а заботу о нем я уже тебе вложил. Я говорю, да, да. Вот представь, ты утром проснулся. И первое, первый текст-месседж моей жены ко мне, когда я в клубе бегаю. Угадайте, какой? Не забудь купить коту еды. Кстати, это было совсем недавно. Я там сижу, у меня такие грандиозные планы. Я пишу проповеди, знаете, там мое время с Богом, наушники, там помазание, там все вокруг не знают, что он там. А у меня такой, ой, ой, я хуже в свой мир ушел. Иногда ей нужно меня оттуда с моего мира доставать. И такой, знаете, пишу такой. И такой, пип-пип, не забудь купить коту еды. Да чтоб сдох этот кот. Я проповедь пишу. Спасибо, Света. А эта морда даже не знает, сколько я потратил бензина. Сколько она написала, я передал, я должен ехать и помнить. Мне еще этого не хватало среди моего графика. Помнить за этих нахлых, ленивых тварей, которые ничего в своей жизни не сделали. Кто-то понимает? Это принцип. И Иисус ученикам говорит, я хочу, чтобы вы были, как вот эти птицы. Я хочу. Почему? Потому что они не сеют, не жнут. Это Бог говорит о том, что у них нет планов на завтра. Они живут абсолютно счастливо. И Он говорит, и Отец Небесный заботится о них. Как Отец Небесный заботится о моем коте? Через меня. Так вот, ты хочешь, чтобы Небесный Отец заботился о тебе? Он поднимет кого-то, кто будет заботиться о тебе, а ты будешь спокойно лежать и чухать брюхо в его воле. Ты понимаешь? Поверьте мне. Я многие подробности не вдаюсь, но я знаю, о чем я говорю. Хе-хе-хе-хе. А жена тоже чуть-чуть знает. Оставим это так. Покрыто мраком. Рыбки в аквариуме живут счастливее, чем ты, только потому, что у них нет забот и планов на будущее. Они живут одним днем. И мне Бог говорит, они мертвы. Ты знаешь, что они мертвы? Они мертвы для планов, для завтрашнего дня, для будущего, для того, все, что вот у тебя в голове там носится, вот эти ураганы. О-о-о! О-о! Как доехать, как заправиться, как колесо, чтобы не лопнуло, как объехать трапи, как больше бабла получить, как меньше потратить. Фу-фу! Еще никуда не поехал, уже вспотел. А он лежит и мурчит морда, и даже ему плевать на котячью еду. Я должен об этом заботиться. И Бог говорит, дыши, сынуля, ровно. Вы знаете, Бог всегда находил те люди, которые полностью умирали для себя и полагались Богу. Он поднимал людей, которые заботились об этих людях до конца жизни. Вы знаете, мне нравится Бог. Он говорит, сынок, если бы ты знал, как я хочу заботиться о тебе, но я не могу заботиться о тебе, потому что ты слишком заботишься сам о себе. Я не могу войти в твой завтрашний день и в твой послезавтрашний день. Почему? Потому что ты там уже и уже в твоем календаре отмечено, что должно быть. Я вам серьезно говорю, дорогие, давайте согласимся на смерть. И то, что ты называешь Бог, меня мучит. Он тебя не мучит, Он просто тебя хочет быстро убить, а ты не сдаешься. И это превращается в муку. Он забирает, ты не отпускаешь. Мне нравится Авраам. Бог Аврааму сказал, возьми сына, твоего любимого сына. Он отметил. Там было два. Одного можно было принести в жертву, проблем нет. А второй там вопрос был. Говорит, возьми своего сына. Он говорит, хорошо. Он говорит, любимого. Бог знал, кого. Говорит, возьми своего любимого. И говорит, принеси мне его в жертву. И вы знаете, потом такая пауза там была. Я верю, что от этого слова до того когда он повел своего сына умертвить исаака да когда он повел его умертвить вот этот момент был назывался полной тотальной смертью можете себе представить вы знаете что живые никогда не поймут мертвого мертвый ведет своего сына на смерть живые никогда не поймут твоих планов они никогда в жизни не поймут ты думаешь ты можешь объяснить себя живым каждое твое слово каждый твой шаг и каждая твоя мечта от бога для них это самоубийство не так ли ты когда будь пытался договориться с живыми ну ты меня не понимаешь да он тебя не то что не понимает он не сможет тебя понять позаботься о своем будущем да нет будущего и вообще сошел с ума ты еще хуже чем я думал цена эта история с тремя парнями сидрах миссахов динага помните красавцы красавцы эти ребята настолько были радикальны что вообще ни на какой козе не подъедешь никакой травой не подкупишь вообще нет никакого сена не положишь они нигде не сдаются приходит мы этого мяса жрать не будем вы чё царь царь нам плевать на вашего царя дайте нам траву есть мы не будем оскверняться вот той ерундой и они бедные засуетились через день ели траву ты понимаешь некоторые из вас думают что это безвыходное положение нет положить выход есть из всех положений просто есть выход который тебя не устраивает киваем даниила 3 8 14 стиха здесь на ухода носор там поймала цена чего вы там из сидрахов динага там чего тут морочите моих ребят давайте быстро я вам покажу там истукана вы быстро поклонитесь в общем там такой современный перевод идем дальше и короче 17 стих но и все знаете все и короче 17 стих они отвечают царю там царь нагрузил там знаете так наехал на них надавил там типа вы тут это к ногтю ребята вы чё они говорят ему если ты царь 17 стих даниила 3 если ты царь бросить нас в раскаленную печь то бог которому мы служим сможет нас спасти сможет ребята конечно сможет дальше идем а если он захочет то вообще избавит нас от твоей власти вторая опция смотрите первая опция это если ты он нас спасет и бросит русскому печи спасет он спасет смотри вторая опция потом он говорит которому служил свой спасен если он захочет то избавит второе это вообще избавит от печи и смотри и 18 стих третья опция но даже если бог не спасет нас третья опция мы хотим чтобы ты знал царь потому что ну как я хочу тебе сразу сказать потому что ну а вдруг не спасет мне нравится они они сразу и мы все скажем потому что кто узнать может не будет возможности повторить они говорят так 18 но даже если бог не спасет нас мы хотим чтобы ты знал царь что мы отказываемся служить твоим богам мы не станем поклоняться золотому идолу которого ты воздвиг представляете какая наглость самому при свитеру такое сказать на братском совете вот весь совет стоит все сказали давай быстрее а ты говоришь не буду почему ты не будешь да потому что я мертвый мертвого напугать убить зарезать запугать за 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 страшилить знаете что религия она основывается на страхе работает исключительно страхом слушай меня внимательно исключительно работает базируется и живет страхом везде где ты пересекался с религией все я тебе гайдой гарантию сто процентов ты будешь на страхе тебя вызовут в офис ты еще не зашел ты уже идешь и подпукиваешь извиняю от страха кто-то кто-то понимает о чем я говорю извини я жесткий но я реальный поэтому меня и любят поэтому и ненавидят ты уже идем что будет что будет хана будет я уже я не пророк но я тебе скажу что-то будет тебя не вызывают туда на братский сестра а ты просто золото такой мы хотим просто тебя обнять лобик поцелать мои сказать подарить тебе цветы дать тебе да тебе 100 баксов сказать живи счастливо туда вилла такой братский совет там обычно заходишь и там сидят и там сидит цезарь и они и они решают что с ним делать братья он десятину дает дает много дает слушай что он еще делает тут раньше он он это нам унитазы поставил но но он тут блудил уже с тремя женщинами десятину дает железно железно помиловать извини я честный я это лично своими ушами слышал у меня это на блевотину потянуло извините потому что я ненавижу религиозной лицемерии меня воротит от грязи а потом нашли в эту девочку которая нечаянно попала в проблемную ситуацию и они ее бедные стирают взгнаивают только по одной причине потому что им с поиметь нечего она десятину не дает она никто сколько ей там лет предать мне и все придут братья все единогласно да я единогласно ку-ку правда стучится в твою черепно-мозговую коробку принимаешь отклонить и принять смотри время 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 с даниилом была та же самая ситуация человек смертник ему говорят не молись не поклоняйся специально все сделано ради этого идет и делать все то что нельзя в конце концов попадает как сидрах и и мясах евгенага туда же те попали в печь тот попал в львиный ров и история та же самая повторяется они выходят потому что должны выйти они делают свое дело потому что должны сделать но все-таки они были там где они не хотят быть алло живой думает и переживает о завтрашнем дне а мертвый живет только богом и его мечтой и вечной жизни все живой думает за завтрашний день я еще раз задаю тебе вопрос ты подписал свой приговор ты всем от оставил завещание я да я да в моей жизни все решено и когда ко мне еще кто-то приходит и хочет со мной по душам поговорить знаете очень часто я указываю на дверь потому что в моей жизни решено все до конца и везде во всех тезисах поставленные точки ты будешь ты будешь удивлен как счастливо ты заживешь когда везде все решишь и для всего умрешь уже сразу все . везде да да нет нет да будет слово ваше да да нет нет все остальное от лукавого почему от лукавого вот это вся наша жизнь от лукавого может быть а мы посмотрим по ситуации как вам ответить извините а кто вы на территории мертвым вход живым строго воспрещен они там не смогут знаешь почему люди которых ты приглашаешь которых ты умоляешь за которых ты молишься не могут даже находиться у тебя дома знаешь почему потому что они приходят на территорию мертвого она территории мертвого строго запрещено живым ходить им там в клубе живых сказали что ты уже опасны не так ли ты заразишься быстрее заражаешься и умираешь быстрее и все идем в папину мечту слишком много жив чиков если ты действительно умер то никогда не сможешь объяснить свои действия живым они никогда не поймут тебя и не примут тебя для них все что ты делаешь это самоубийство дух религии живет и основан на страхе на запугивание и это работает только на живых скажите мне мертва испугать чем-то можно мы тебя отлучим получать мы тебя растерзаем растерзаем мы всем расскажем расскажем как как же к нему подойти да никак не подойдет все решено везде поставлены точки но когда до тебя можно подобраться тогда можно надавить договориться с тобой обязательно договорятся обязательно надавят именно на то что ты спрятал дьявол найдет его он выроет его вот так кнопочка которая держит тебя живым ой крыльям на кремлянам 6 3 разве вы не знаете что мы ставшие частью иисуса христа при крещении в смерть его крестились в смерть крестились смотри и так похоронены вместе с ним не будем похоронены не похорониваемся похоронен у тебя сейчас в этом зале две категории людей мертвые и живые и пожалуйста не пытайся сделать вид что ты мертвый если ты живой признай и скажи бог я прошу тебя проведи меня через процесс смерти и пообещай ему как много лет пообещал я бог если я буду дрыкаться и набирать воздух быстрей бог убивай бог я тебе говорю у меня еще будут предсмертные судороги и я еще буду тебе кричать бог не надо бог не слушай меня я тебе прямо сейчас подписываю слушай меня не слушай потому что будет больно я буду печать когда болит знаете когда я поддался это было страшно вы знаете почему потому что найти ты хочешь быть употребляем богом ты хочешь увидеть его славу и ты не хочешь потерять свою я свою мечту хорошую мечту свою прекрасную мечту свой план для господа бога бог посмотри я у я хочу троих деток господь я хочу быть диаконом богом бог я я пойду библейскую школу я буду трудиться на твоей ниве на ниве божьей а бог говорит ты хочешь на моей ниве трудиться иди сюда сынуля поговорим бог настали темные дни бог бог говорит сынок пусть быстрее темнеет кто-то понимает нет вам кажется что это дьявол восстал на меня бог говорит каких пор они меня будут дьяволом ты мне сказал бог приди я пришел ты мне сказал бог возьми я взял бог сказал бог вытросни меня всего меня я умираю для себя так умри и потом как только первая скопчалка и все это начали бог нет настали темные дни я прохожу через пустыню ты имеешь ввиду что ты до сих пор не сдаешься богу и на мне только что расскажу что ты больше подскачиваешь их лишь бог но потом ведь ну ладно живи хух попустила потом после черной конференции 5 бог я сдаюсь твои руки и опять тима сгущается кто-то понимает в каком положении и ты не поймешь что ты как-то совпадает странно как только я от бога классно кто как богу капец какое-то настает темный я потом понял наверно это бог бог не горит сынок я там лежу в темной уголку своем знаете там самый же заплакался зажалел себя потому что жалеть уже было некому все сбежали жена сидит об сериал и смотрит а у меня здесь банки церковь потерял бы говорит это не твоя я друзей потерял я их тебе не посылал я деньги подел горит а я тебе деньги не давал принципе сын ты еще ничего не потерял потому что я тебе еще еще не успел дать у меня такие темные дни настали и бог не горит сынок если ты не умрешь для себя ты просто умрешь на совсем я так смекнул что надо отдаться папе в руки до ногами еще дрыгал но уже молчал души бог выдушивая из меня все итак 4 стих кремлянам 6 и так при крещении мы умерли вместе с ним и были похоронены вместе с ним чтобы так как христос был воскрешен из мертвых славой властью отца и мы могли воскреснуть и жить новой жизнью ибо если мы соединились с ним в смерти его то соединимся с ним и воскресенье его мы знаем что наша старая жизнь была распята вместе с иисусом чтобы наша греховная натура не имела над нами власти и мы более не были рабами греха 7 смотри ибо кто умирает освобождается от греха и так как мы умерли вместе с христом то уверенно что жить будем вместе с ним и так ты хочешь жить вместе с христом прямо сейчас мы не говорим о смерти физически его посылы пришли и говорят иисус мы все отдали мы все потеряли мы все мы полностью для себя умерли все он говорит не переживайте ребята вы получите не только здесь но только то что я имею для вас не то что вы придумали и я имею для вас еще там поднимется ли когда-нибудь поколение людей которые умрут для себя вот позже представить ты завтра просыпаешься и у тебя больше нет планов на двух тысяч на тринадцатый год отца ты их порви в печь брось и скажи нет скажи бог следующий мой день будет написан тобой я просыпаюсь и говорю вот я господь что мне делать ты скажешь так невозможно возможно я так живу и потом ты входишь в его цикл и в его жизнь и в его планы и потом твои планы расписываются на год вперед но уже нет обои а его духом это понимание хорошо только над живыми смерть имеет власть если ты умер со христом то мертвый тебе смотри то ты мертвый тебе больше уже нечего бояться трупа разденья день уколи на кричи наплюй на него обложи его цветами и бабло ему дай ему никакой разницы не так это нравится если мы поняли с вами эту суть вы знаете другие какие какой бы начался счастливой ваша жизнь если вы начали жить как птицы о которых иисус говорил своим ученикам какой счастливой жизни бог я хочу забеременеть и я не беременю а вдруг тебе не надо бери ой а я хочу они хоти умри хотел к умри во имя иисуса а я хочу мой а вдруг тебе не надо мужа нет надо поэтому у тебя и проблем не надо жима а вдруг тебе не надо а вдруг она придет нет не завтра придет через год через два а тебе нужно сейчас просто успокоиться и довериться полностью его планом его жизни его его судьбе который он написал для тебя знаешь почему у тебя нервные срывы потому что два плана конфликтует каждый день план бога и твой собственный ты сидишь и говоришь бог почему я живу в этой дыре бог говорит на твоем положении это идеальное положение в твоем положении ты сейчас живешь не в дыре ты сейчас живешь в хоромах по своему сердцу твое сердце сейчас посадив хромы она изгадится и черви заведутся и ты будешь ходить и говорить а вы в моем доме были а вы видели мою тапестуру а вы видели мой touch кран ты бы у тебя уже ни на какой козе не подъедешь смотришь дом купила что он повесила возраст а так сидишь в апартменте и с тобой поговорить даже можно ну и что что от тебя пахнет не бурбуре а нафталинчиком немножко за того с тобой жить можно по-человечески иногда бог тебя держит вот этой в твоей тапестуре и которая дыра называется темная и я прихожу бог мне так это дадо ела его варту я только ловлю этих пауков бог это моя молитва когда-то была сижу лезет на тебе в туалет захожу опять пауков господи боже зато я с тобой поговорить могу вот пока ты ловишь пауков и пока твое сердце со мной разговаривает скажи как класс поэтому не надо кричать на свой апартмент с пауками это дыра это хоромы для твоего сердца потому что бог не 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 думает насчет твоей плоти это вообще его не волнует это 70 80 лет экспирейшн дэйт бай-бай похоронили забыли бог забудет за то сердечко как с которым ты будешь жить всю вечность вот и он избирает твою атмосферу относительно состояния твоего и моего сердца кто-то понимает этого вещь очень уникальный момент последнее время поднялось поколение слишком живых христиан поэтому царство тьмы переживает постоянную победу потому что тебя только поймают агенты сатаны только возьму твой пальчик и скажет чей к ним денежки чей к ним твою работочку чей к ним твоего бойфренда чей к ним твою машиночку и все и ты хорошо все я я пошла на третью работу я бросаю это я ты идешь и дело все нормально один разговор в кабинете и ищу и она и он сдали свои позиции ты слишком жив должно подняться поколение слушать и внимательно с которым тьма не сможет договориться никогда а мы идем сатана на смерть хочешь взять все бери что хочешь я это уже отдал хочешь забрать вы знаете что я давно светлана знает давно попрощался со своей женой ты знаешь что ты должен дорогие мои ты уже должен подписать смертельный приговор своим детям своей жене и своему мужу жесть жесть а это правда жена уже давным-давно под должна подписать мне смертельный мы уже друг с другом должны заранее попрощаться чтобы жить для него нет и даже над этим не думал я думал отвоюю а если не отвою а если умрет разобьется а если ты уйдешь раньше и она останется что будет ничего не будет потому что я не думаю за завтра мой день сегодня поэтому я живу счастлива потому что я и вообще не думаю что будет завтра иногда бог не знаешь иногда бог чтобы хочет чтобы ты прожил сегодня счастлива он не говорит тебе что будет завтра завтра будет так плохо то ты даже сегодня свой день потеряешь поэтому спи и спокойно завтра почтовый ящик окрой поэтому когда царство тьмы переживает победа потому что слишком много живых религия по сей день желает тебе рассказать как будет плохо если ты сда сделаешь то это пойдешь туда и туда будешь слушать тех и тех дух религии может иметь контроль исключительно над живыми для этого мира потому что пугаются живые на сделку идут живые дух религии рождает живых они держат тебя живым придет наводнение выходит пророк и он исключительно работает на твоем страхе будущего у тебя будущего нет придет наводнение придет ураган придет крокодилы придут беги вот и ты смотришь они бедные бегут во флориду на колесочку тебя хрень гонит да ты вообще всю жизнь гонимый страхом и религией о наводнение а тут ураганы а там смерча там господи куда же мне святому деться в этом грешном мире проклятым господь спаси меня праведную душу секую такую не знаешь куда себя деть овца ты моя святая забегался не может выбрать между флоридой аляской куда там еще едут центральные штаты америки где нас не достанут голубые нас не достанут мы будем амишами это глубина мы купим свою корову мы купим свою поросенка мы заведем своих курочек будем приносить свои яйца ну как они будут яйца приносить свои мы будем независимы от этого мира ты ты давным-давно зависим от него ты гоним по жизни страхом а мертвые страха не имеют не просвечивается на радаре мертвый говорит все вокруг потонет а мой дом будет плавать сверхъестественно смерть придет я ему не разрешу как у джефф дженсона смерч обошел и ушел видео есть открывает говорит я не понял смерч идет 200 домов лежат и джефф стоит в своем офисе с ребятами ребят что делать ну как смерч надо говоришь он уходил смерч уходи вот сдох исчез переходит через дом и появляется через где-то милю и идет дальше вот так с праведниками поступает бог а вот эти все остальные гонимы написано что идиот бежит когда за ним никто не гонится но это мой перевод соломон говорит знаете идиоту только надо напугать идет цунами на побережье орегона вашингтона беги братья и сестры беги быстрее беги уносись 2 керифе нам 514 ибо любовь христова управляет нами и мы решили что один человек умер за всех людей и поэтому все умерли и он умер за всех людей чтобы те кто жив перестали жить ради себя но разве еще не понять не понятно чтобы те кто жив говорит апостол павел коринфянам перестали жить ради себя а жили для того кто умер для них и был воскрешен из мертвых 17 стих 2 коринфянам 5 глава поэтому если кто-то во христе то он новое творение божье старая умерла наступил новый порядок только духовно живой может по-настоящему быть на территории мертвых для этого мира когда ты по-настоящему оживаешь для бога когда ты по-настоящему говоришь бог я отдаю мою жизнь тебе тогда бог может пригласить тебя на территории мертвых потому что дорогие мои бог бог настолько будет двигать тобой тебе настолько нужно будет мобилизироваться и двигаться тебе настолько нужно вообще не брать в голову ничего не похвалы не плевки которых у тебя будет массы богу просто нужно личность которая в темном которая мобилизована который который идет на миссию ему все равно вы знаете что мне самое интересное нравится пойти там показывали команду которая убила типа а саму бенладно помните да как бы там своя вот эта тема была там убили самое интересное что этих людей не высветили имена не назвали они полном мраке и секрете покрыты скажи мне ты хочешь быть таким войском делать самые мощные дела на планете земля это прообраз и тебя никто кроме посылающего тебя не знает тебя узнает небо кто-то понимает о чем я говорю хочешь ты получить мудрость которую наоборот ты получишь такую мудрость что тебя будут считать иеретиком это будет настолько большая мудрость кто-то понимает нет мы такой мудрость не хотим мы хотим мудрость которую примут не то ты хочешь мудрость к из-за которой тебя не примут тебя примут через много лет когда тебя уже на этой планете земля не будет например просто мысль а подумать надо хочу ли я в таком войске быть бог чтобы меня не знали не слышали никто не мог мне ручку пожить почему мы получаем массы писем в центре приходят массы писем пишется о разочарованиях боли несостоятельности страхах неуверенности подобным вещам потому что мы живы церковь мы ни в коем случае не желаем поддаться процессу смерти читая одну историю христианина которого коммунисты поймали узнали что он верующий зимой вывели таких стали на расстрелин много это одна из истории вывели его всю семью подставили ему пистолет вот это коммуняки стоят подставили пистолет колбу и город отрекайся от христа он говорит не отрекусь и не на его глазах расстреливали его детей на его глаза маленьких детей вываливались мозги и потом ему говорят после нескольких расстрелов у него была большая А семья говорит, ты что, не переживаешь за свою семью? И он сказал так, коротко и понятно, когда я принял Христа, я уже давно умер и всех похоронил. Скажите мне, родные, куда делось настоящее христианство? Когда-то люди убивали, расстреливали всех, и люди не сдавали свои позиции. Нам с вами стоит только один разговор с кем-то, где-то как-то, один наезд, и мы поздавали все. В каком времени мы с вами живем, церковь? Где те, которые будут держать свои позиции, до смерти не сдадут их? Это мертвые люди. Это мертвые люди. Потому что вы знаете, что я еще жил в то время, когда называли штундами, и мы прятались по подвалам. Некоторые из вас знают это время, некоторым из вас столько же, окей? Вы помните это время, когда еще ловили и переписывали, и нам с вами надо было в форточки выпрыгивать. И кто-то помнит это время. Дорогие мои, и самое уникальное, вы знаете, что тогда? Я был тогда еще совсем маленький. Сколько там было? Но я все видел и помнил. Вы знаете, чтобы тогда покаяться? Чтобы тогда покаяться, некоторые из вас знают, это нужно было всю свою жизнь перечеркнуть. Кто-то понимает меня? Всю. И уже знать, если тебя ловят, тебя не просто может не быть. У тебя не будет будущего. Все могут отнять, забьют все. Тебе не дадут ни учения, никакого мандата, ничего кроме грязной работы тебе не видать. Вот это было будущее штунт и баптистов, по их мнению. О, некоторые из вас знают, о чем я говорю. Некоторые из вас жили в это время, очень прекрасно прожили это время. И когда этот христианин не сдался, расстреляли всю семью, его жену, и в конце расстреляли его, один из присутствующих через много лет потом покаялся и описал эту историю. И когда я читал в одной книге, у меня текли слезы, и я говорю, Бог, где это поколение, которое нельзя взять даже смертью детей своих? Нас с вами можно взять статусом на Фейсбуке. Нас с вами можно напугать выпиской из какого-то форума. И мы уже сдались, все. Нам сказали, нас отлучат. От чего? От этой шайки-лейки? Ты слуга Бога! Тебя отключить от Его царства нельзя! Ты продан и предан Ему до смерти! Вот это поколение Бог хочет поднять! А мы говорим, я Его не воспринимаю, Он так себя ведет. Бог поднимает смертников, и им плевать, как кто ведет себя. Они жаждут видеть славу Бога на этой земле. И это поколение пришедшее и увидевшее лицо своего Бога. Во что мы превратились? Дорогие мои, когда мы с вами приняли Христа, мы все умерли. Я прошу тебя, это будет жестоко, но я попрошу тебя, то, что сделал я, похорони все и всех в своей жизни. Мам, пап, работы, деньги, дома, успех и будущее. Ты странник и пришелец на этой земле. Ты никто! Зовут тебя никак! И у тебя нет будущего в духе этого мира! А то, что у тебя еще что-то есть, считай это бонусом и благодари Бога! И живи так, как будто у тебя этого уже давным-давно нет. Добро пожаловать в христианство! О, если бы нам так разговаривали, так рассказывали, наверное, мало бы вообще каялась бы. Я помню, как заманивали в 90-х на покаяние. Бесплатные Библии. Покайтесь, получите Библию, получите книжку в подарок. Конечно, все покаялись. И я три раза каялся. Потому что я хотел и ту книжку, и ту книжку, а давали только, которым каялись. Кто-то помнит это? Помните! И ты несколько раскаялся. Ты говоришь, проверю душу свою. Разве будет плохо, если я еще раз попрошу Бога прощения и получу литературу? Все любили литературу. Никто не читал, но все любили. Я не знаю, что. Собиратели макулатуры христианские. Я прошу тебя, похорни все и всех в своей жизни. Потому что только так ты сможешь жить для его царства. Пока ты не похоронил все и всех в своей жизни, слушай, запомни это навсегда, ты не сможешь жить для его царства. Тебя всегда можно будет купить, уговорить и договориться. Не переживай. Все, что тебе кажется, ты потерял. Я потерял здоровье, я потерял детей, я потерял семью. Ты ничего не потерял. Потому что в этой иллюзии мы с вами ничего не теряем. Потому что по-настоящему церковь мы с вами на этой земле ничего не имели. Давайте подойдем с другой стороны. Мы ничего не теряем, потому что мы ничего не имеем. А то, что он дал, он взял и добудет имя его благословенно. Слушай внимательно. Последнее место из Гиблии я заканчиваю. От Матфея 10, 37. Тот, кто любит своего отца или мать, говорит Иисус. От Матфея 10, 37. Тот, кто любит своего отца или мать более нежели меня, не достоин меня. Слушай внимательно. Тот, кто любит своего сына или дочь больше, чем меня, не достоин меня. Тот, кто не примет свой крест и не последует за мной, не достоин меня. Тот, кто попытается сберечь свою жизнь, потеряет ее, а то потеряет ее из-за меня, сбережет ее. Некоторые люди, их так легко купить, с ними так легко договориться. Все, почему они пришли в церковь, это чтобы им подняли зарплату. Их привела в церковь нужда. Если тебя привела в церковь нужда, тебя выведет из церкви удовлетворение нужды. Кто-то понимает? Только нужда удовлетворяется. Я могу с тобой уже прощаться. До свидания, до следующей проблемки. Увидимся, когда придет темный день в твою жизнь. Если бы я просил тебя об одном. Последняя вещь, фраза, я с этим заканчиваю. Просил тебя об одном. Умри и живи на территории мертвых. Потому что решившему однажды, больше не нужно решать ничего. Я прошу тебя, реши однажды. Прямо сейчас, когда мы будем молиться, в тихой, спокойной молитве. Не надо кричать, не надо рвать рубашку. Я твой, я твой. Спокойно скажи, убей меня для этого мира, чтобы жить, Иисус, для тебя. Продолжение следует...